Мы сегодня будем с вами работать, как всегда. Я дам вам сначала вводную часть, то, что планировала, то, к чему готовилась, объясню определенные вещи. Кроме этого, сегодня вы получите тест от меня на определение вашей самооценки. Поэтому, пока я тут делаю вводное слово, вам понадобится ручка и вам понадобится лист бумаги. Этот тест можно будет пройти только, если у вас есть ручка и лист бумаги. Вот. Соответственно, ваша задача, вы пройдете этот тест, сможете понять все о своей самооценке. Я выскажу вам сегодня, что я думаю на эту тему. Ну и, конечно же, мы разберем кейсы, которые вы прислали, ваши вопросы, которые вы задавали. По части из них я пройдусь. Если будем не успевать, то, конечно же, мы сделаем вторую часть. В общем, начинаем работать. Начинаем разбираться в вашей самооценке. Итак, несколько очень важных тезисов в моем реалити, в моей реальности, в моем восприятии мира, которые важно понимать. На самом деле, самооценка является важной частью вашей самодостаточности. Я не верю, что если человек имеет заниженную самооценку, он может быть до конца самодостаточным. Это невозможно. С другой стороны, сегодня, когда я буду делиться с вами тем, что я думаю на эту тему, перед вами сидит человек, который был крайне закомплексован вообще по жизни. И я точно знаю на собственном примере, на собственном опыте жизни, что это возможно изменить, что можно это исправить, если над этим работать. Я расскажу вам о том, откуда берется самооценка, какая она бывает и что вообще я вкладываю в понятие самооценки. Потому что некоторые ваши вопросы меня немножко поразили, потому что я поняла, что у многих большая каша в голове по поводу самооценки, самолюбия, самодостаточности и многого другого. Поэтому начну с очень важных тезисов. И первый тезис, он следующий, что самооценка – это адекватное восприятие себя. То есть, когда вы понимаете ваши минусы и ваши плюсы. То есть, если вы внутри себя, сейчас мы перейдем к этому еще раз, адекватное восприятие себя, когда вы осознаете ваши минусы и ваши плюсы. И, конечно же, у вас есть ценности. Помните, на 21-дневном интенсиве и не только в своих трансляциях видео, посвященных самодостаточности, я много раз говорю, что для того, чтобы прийти к самодостаточности, нам предстоит путь. Первый этап этого пути – это познать своих демонов. То есть, познать все свои комплексуальные структуры, сомнения, страхи, чувства вины. Познать свои программы. То есть, все разрушительное и негативное, что мешает вам быть тем, кто вы есть. Второе – научиться этим управлять с помощью разных техник, проработать это. И если вдруг вылазит где-то какое-то состояние негативное, которое, возможно, способно превратиться в чувство, соответственно, с помощью техник это погасить. Третий этап – это познать свою самомотивацию. Это значит познать свои ценности, понимание того, куда вы идете, что для вас важно, что является вашими целями, открыть эту энергию созидания. Четвертое – научиться видеть комплексы других. Да, это ответ на ваш главный вопрос, как не стать, не попасть опять в руки манипулятора. То есть, когда вы самодостаточны, когда внутри вас есть ресурсное восприятие реальности, вы очень легко распознаете этих людей. То есть, вы видите их комплексы. И что немаловажно, не накладываете свои комплексы на этого человека, а видите его. То есть, когда вы прошли первых три этапа, люди перестают быть для вас зеркалом. Они становятся для вас, вы видите их, и вы принимаете решение, пускать их в свою жизнь или не пускать. И пятый этап – это научиться управлять комплексами других. Но не с целью порабощения или пользования, а с целью адекватного восприятия, что если ваш сотрудник или ваш партнер, он такой, вы видите, и вы принимаете для себя решение входить с этими комплексами в партнерские отношения, допустим, или даже в личное, или не входить. И вы прекрасно понимаете, как этот человек себя будет вести, и что вам придется всегда делать для того, чтобы его комплексы кормить или не кормить. Поэтому это мы говорим о самодостаточности. Когда мы говорим о самооценке, которая, естественно, является большой частью самодостаточности, тут важно, что, на мой взгляд, есть три состояния самооценки. Первый вариант – завышенная самооценка, заниженная самооценка и здоровая или, как я называю, адекватная самооценка. То есть, например, я знаю прекрасно все свои минусы и плюсы. С одной стороны, во мне много плюсов, но в то же время есть вещи, которые, ну, как бы не каждому человеку могут понравиться. И это нормально – признавать и осознавать свои сильные стороны, свои слабые стороны, не приходя к этому стремлению к идеальному, потому что идеального не существует. Ну, то есть, идеальными могут быть только психопаты, пока они находятся в подстройке к своей жертве. Поэтому важно, когда мы будем говорить дальше, я буду отвечать на ваши вопросы, чтобы вы понимали, что есть три вида самооценки. Завышенная, адекватная и заниженная. Завышенная, конечно же, это ложная уверенность, за которой очень часто скрывается самоуверенность. Конечно же, это проявление гордыни. Заниженная самооценка, конечно же, это комплекс неполноценности. Вопрос у вас сейчас возникает. Аня, а скажите, а как понять, что моя самооценка не сверхзавышенная? Ответ на этот вопрос от меня очень прост. Не врут, только результаты. То есть, если вы рассказываете и считаете, я не знаю, элементарно, что вы самая красивая в мире, но при этом ни один человек так не считает, то это как раз-таки про гордыню, эго и нарциссизм. Вот. Продолжение следует...